Благодарен Тебе за эту радость в этот день воскресный быть в Доме Твоем. Какое-то счастье называться и быть Твоими детьми. Господи, ну как откроется та слава, когда мы увидим Тебя, нашего доброго, нежного, любящего Отца и пастыря Дорогого. А во Отче, мы призываем имя Твое Святое сейчас Духом Святым. Повей на наши сердца и благослови наше собрание во имя Твое. Прибудь Ты с нами и благослови всех нас. Господь Милосердный, прославься через песнопения хористов наших, всех словословящих имя Твое Святое. И говори нам сегодня через слова жизни Твоей Святой. Сегодня особый день в жизни нашей поместной церкви. Боже, мы согласились сегодня молительно пребывать в страхе Твоем, чтобы приглашать людей, еще не знающих Тебя, кто не умирит с Тобой, к Тебе, к нашему Господу. Помоги, Господь, очисти наши сосуды, наши сердца, чтобы мы могли быть утверждены, укоренены в любви, могли пригласить людей, окружающих, кто не знает Тебя, на это собрание. Благослови сегодня нас в утренний час. Боже, Милосердный, к ногам Твоем внезем на различные нужды святых Твоих. Вот и за Анечку просим Тебя, благослови ее. Поучаствуй в ее нужде, в ее болезни. Всех больных к ногам Твоем приносим. Господи, Милосердный, пусть они в эту минуту почувствуют молитву народа Божьего о них, Господь. Обрадуй их своим присутствием, вдохнови их в одиночестве, в старости, кто находится. Молитва наша за деток наших, и молодежь, и подростков, чтобы Ты сохранил в этом злом разращенном мире. И наш город, который Ты переселил, Ты благослови, чтобы еще многие люди, соседи, с кем мы работаем, Господь, познали Тебя как личного спасителя и Господа. Милосердный Господь, мы просим Тебя, благослови всех, кто смотрит нас сегодня и слушает. Помоги, чтобы и там, Господь, на этом расстоянии Ты действовал в сердцах всех любящих Тебя. Досветится имя Твое и прославляется. Сегодня по всей земле возносится Тебе хвала и слава от искренних поклонников. И нашу хвалу присовокупи к этому миллионному сонну, Господь, и вознеси к Отцу на престол благодати, как утреннюю жертву. Досветится имя Твое во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. Возлюбленные Господа, братья и сестры, дорогие друзья, давайте мы сейчас вместе первый гимн споем радостно и бодро из сборника номер 57. Господь огонь с небес священный, Твой огонь нам пошли. Господь огонь с небес священный, Твой огонь, Твой огонь нам пошли. Ты небес священный, Твой огонь нам пошли. Господь огонь нам пошли. Господь огонь, Твой огонь нам пошли. Гимн споем радостно и бодро из сборника номер 57. Гимн споем радостно и бодро из сборника номер 57. Гимн споем радостно и бодро из сборника номер 58. Гимн споем радостно и бодро из сборника номер 58. Гимн споем радостно и бодро из сборника номер 58. Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Мы еще прославим Господа и споем «Все Иисусу отдаю я». Субтитры создавал DimaTorzok 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 И себя очистить Потому что действительно это благовестие Оно делается чистыми руками Когда мы очищены пред Господом Тогда, конечно, Он идет нам навстречу И слышит, что мы просим у Него Я прочитаю из Евангелия от Марка 6 глава, 45 стих Здесь так сказано И тот час полнудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Евсаиде, пока он отпустит народ. Столько дел у Христа, столько народу, такое громадное количество. Он знал, что ко многим надо подойти, многим надо дать утешение, на это много уходит время, а впереди еще столько дел. Поэтому он учениках понудил, понудил, в слове понудил есть как бы какое-то приказание. Вроде не попросил их переплыть на другую сторону, а понудил, то есть может быть настойчиво сказал, пожалуйста, на другую сторону езжайте. И пока он был занят этим делом, ученики отправлялись на другую сторону. Вот кажется, что мы можем с этого стиха, ну, на сегодняшний день, на нашу с вами нужду, ну, взять себе как бы в правила или в руководство. Когда мы делаем евангелизацию, мы уже вторгаемся вот в тот лагерь, который не Господу принадлежит. Вы помните, там на другой стороне встретил их одержимый, посмотрите, как он закричал, что ты раньше время пришел мучить меня, посмотрите. Так вот, Господь нас сейчас понуждает, чтобы мы приготовились идти на ту сторону. То есть на ту сторону, если там люди автоматически принадлежали врагу душ человеческой, жили, может быть, беспечно и не думали ни о своем спасении и ни о вечном суде. То сегодня мы должны им напомнить, должны пойти на их сторону, как Христос сказал, идите по дорогам и изгородям убедите прийти. Вы знаете, когда он сказал, идите по дорогам там, по площадям, а там вроде задача попроще. Вышел на площадь, сказал, царь приглашает вас на пир там небесный. Нас, вот таких хромых, слепых, приглашает царь? Да, царь приглашает, уже все у него готово. Это как общий клич, а вот идти по дорогам и изгородям и убедить, это значит, что люди выбрали себе особые пути, может быть, охвачены какой-то идеологией, может, избрали себе какую-то особую программу жизни, которая далеко увела их от путей, может быть, Божьих. Вот на эту дорогу надо к ним пойти сегодня, на ту сторону пойти и убедить. А убедить это не рассказать. Убедить это надо в наличии иметь какие-то аргументы, которые бы помогли бы понять человека, который убеждает. Вот сегодня такую задачу перед нами поставил Господь. Я думаю, когда мы объединимся в молитве, Господь Духом Своим вот так, по незримому каналу, конечно, установит контакт с каждым сердцем. И каждое сердце ему сегодня обязательно скажет. Потому что у многих есть такие души, которых, может быть, жить осталось два часа, а у них еще нету мира с Богом. И такие есть судьбы. Вы знаете, в Новосибирске я остановился в одной семье. Сестра наша, она научный сотрудник. Она преподает в аспирантуре в Академгородке, где ученые. И она веровала в Господа. И она рассказывает мне о своих знакомых, какие у нее в городе. И говорит, Петр Андреевич, как я хочу, чтобы вы побеседовали с одной артисткой. Ведущая солистка театра оперы и балета. Вы знаете, говорит, она лежит уже, у нее уже физических сил нету. Но как только приходят верующие, она озлобляется. Она не хочет, чтобы верующие посещали их дом. А в чем дело? Почему у нее такое отталкивающее состояние, когда она видит верующие? Оказывается, она ведущая солистка. Она из тех высших эшелонов светских. Знаете, там и доктора, там и научные сотрудники ходили на ее концерты. Она классического такого была плана. И вы знаете, сколько же у нее было поклонников. Это не букетами, как сейчас девчонок там полуголых закидывают. Это корзины. Настолько композиции удачно соединены. Целыми корзинами ставили на всю сцену. Ей за исполнение ее номеров. Такая была талантлива. И у нее уверовал муж. А муж был ведущая скрипка в симфоническом оркестре. В этом же. И сколько он ей не рассказывал, как его Господь коснулся, как он пережил встречу с небом, как с ним в жизни было что-то, чего он объяснить не может. Каким трепетом и благоговорением он был охвачен после свидетельства, которое он получил о Христе. Ее это не касалось. Ну, вдруг вот эта болезнь, которая весь мир пугает безысходно. Рак. Врачи, которые ее лечили, не хотели ей рассказывать, что у нее такая безысходность или обреченность. Говорили, у вас желтушка, наверное, все это пройдет. Ну, как всегда, утопающий, говорит, хватается за соломинку. Так она все время такой надеждой жила, что это какая-то желтушка, что это все временно, что все это пройдет. Но уже врачи знали, что эта свечка догорает. И вот когда она увидела, что уже никакая медицина не в силах, она уже стала только дома лежать. И тогда приходящие к нее мужу братья говорили ей, что вам бы надо было спасителя принять, потому что у него есть сила. Он даже мертвых воскрешал, когда был на этой земле. Он прокаженных очищал, он слепым давал зрение. Вот если бы вы к нему обратились. И когда она поняла, а что поняла? Поняла, что все это медицина, все эти препараты дорогостоящие, дефицитные, ничего не помогает. Тогда она подумала, я, наверное, Богу отдамся, а как муж говорит, он может сделать все. Но, и она спросила, что надо сделать, чтобы обратиться к Богу? Ну вот, нужно покаяться. Это прежде всего покайтесь, написано, и докрестится каждый из вас. И вот муж позвал братьев, и она в присутствии братьев покаялась. Ну что она покаялась? Она слабенькая, сползла с кровати, сказала, Господи, прости меня, аминь. И представьте себе, ушли, там, может быть, уже за обретенную овечку ее посчитали, а у нее ничего не произошло. Она, знаете, на той позиции, на какой она стояла вот в общественной жизни, там как-то другие психологические законы. Там как-то и высокомерие вроде все уместное, вроде не считается каким-то пороком. Она думала, я сказала Господу, теперь он ни кого-то, ни каких-то безграмотных деревенских бабушек принимает. А теперь артистка заслуженная к нему идет. Конечно же, он меня исцелит. Я необыкновенный человек. А здоровье не вылучается, ухудшается. И когда он сказал, что надо крещение после покаяния, она уже двигаться не может. Когда братья пришли, они сварили громадную ванну, поместили в ее большой комнате и преподали ей крещение в ванне дома. А здоровье не улучшается. И вот эта женщина, научный сотрудник верующий, говорит, это такая мудрая Петр Андреевич женщина. Она психолог. Когда к ней человек приходит, она его с головы до ног взглядом окидывает и определяет, что этот человек то ли он эгоист, то ли он высокомерный. У нее какое-то внутреннее чутье богатое. И поэтому, когда верующие приходили, утешали и готовили ее, что переход скоро, там не будет ни страданий, ни мучений. Они не знали, что они этим хуже делают. Она ждет выздоровления, а ее готовят к вечности. И вот она настаивает, чтобы я ее посетил. И можете себе представить и мое положение. Тем более, что я знаю, что она настолько глубокий психолог. И думаю, да я приду как заяц. Она мне взглядом своим расстреляет. Она увидит, кто я такой. И откуда я взялся там у верующих такой человек. Думаю, она меня расценит, что я там, может быть, на шесть рядов ниже ее стою. И по положению, и по интеллекту, и по всему. И у меня страх пришел. Я боюсь идти. И эта женщина, научный сотрудник, говорит, Петр Андреевич, меня Господь так вот располагает, что вот она вас послушает. Ну и вот пошли мы с ней. Зашел я. И это, братья и сестры, действительно, бывают моменты в жизни, когда хочется крикнуть, остановись мгновение. Вот так увидел я женщину. Густой такой, дымчатого цвета волос. Он такой извивается, хоть она и расчесана, как русалка, но громадная копна такая. И вот она, обрамленная этим красивым волосом, глаза большие, открытые. И как она на меня посмотрела, и я сник. А эта сестричка, научный сотрудник, говорит, говори, Петр Андреевич, говори. И я, как у Алтасара, ноги одно в другое билось. Что сказать? И, конечно же, я внутренне молился. И Господь мне положил на сердце такую простую истину ей рассказать. Мать моя, она родила 9 детей. Ну, один мертвый родился там, 8. И мы почти все в Душамбе приехали, все были живы. Но перед войной умирать начали. А война началась. Отец работал старшим инспектором в горторге. Он обучал местные кадры, как отчеты делать. Его очень уважали. У нас дома все было. И отца в 42-м году забирают на фронт. А мать эти все никелированные кровати, все эти с кистями платки, какие были, это уже считайте богатство, все пустила, чтобы детей кормить. Потому что она купила коровушку. И коровушка должна была быть стельная, а она не стельная. Каким-то самоном кормили мешок 500 рублей. И на нее все деньги уходили. Пока один не сказал, что она пустая. И зарезали, и съели ее. И вот представьте себе, мать по утру говорит, разрежьте свою долю 400 грамм, разрежьте ее на три части. Одну часть скушайте утром, вторую часть скушайте в обед, а третью вечером. И вот утром проглотишь, какой же хлебушек, какой же в нем запах, какой же в нем вкус, какой же в нем сила в хлебушке. И потом думаешь, да так чуть-чуть от обеденной нормы отломлю. А потом смотришь, до обеда ничего не осталось. Потому что жажда и вот эта алчность кушать, неудержимые дети. И вы знаете, зима, не в чем выйти на улицу. Я помню, я привязал один дамский галош. Дамские галоши были с каблуком. Один мужской, чтобы выйти, подзарабатывать там, чистить котлы на хлебзаводе, чтобы хоть в день буханку хлеба для семьи заработать. И вот представьте себе, когда мать говорит, долго спите, долго спите. Какой спать голодный, как нарочно не спится. Все рано просыпаемся. И мы еще так, будучи не совсем взрослыми, но друг другу говорили, вот бы отец пришел. Если бы отец пришел, я бы вот три километра по снегу босиком бы пробежал. Я готов был на подвиг, другой готов был на другой подвиг. И все мы на подвиге себе выдумывали, лишь бы только отец пришел. Никто из нас не подумал, чтобы отец пришел и в сумке принес бы две буханки хлеба. Такой мысли не было, чтобы отец пришел. Мы знали, что с отцом все будет. И представьте себе, вот это я ей рассказал. И говорю ей, сестричка, я хотел бы вас искренне спросить, вам податель нужен или подаваемый. Потому что она не думала о подателе, она думала о подаваемом, чтобы ей пришло избавление, чтобы ей пришло исцеление, а о подателе она не думает. Я говорю, вы знаете, мы такой гимн поем, что с ним раем пустыня горит, а вот без него все меркнет вокруг. Когда он, податель, займет ваше сердце, тогда жизнь будет праздником. Тогда то, что вы переживаете, и бесконечно гнетет вас, ваше состояние, все это перейдет в праздник, потому что ваше сердце поселится начальник жизни. Я говорю, вы переживете неописуемую отраду от встречи со Христом. И вы знаете, я долго и говорил, что мы крошки хлеба собирали, что мы там от голода пухли. И говорил, что вот бы пришел отец. И я говорю, а вы, получается, что у вас как бы торгашеское отношение к Богу. Ага, ты мне дай, а я тебе себя отдам. Бог не побогатеет от того, что ты покаялась или много нас покаялась. А вот ты побогатеешь, и душа твоя потом переживет надежду и к спасению вечной жизни. И вот это, оказывается, простой пример на нее так повлиял, так повлиял. И вот представьте себе, вот эта женщина, такая величественная. Я смотрю, белым флагом про спиня на пол скатилась, и она сползает, сползает со своей лёжи, становится на колени и зарыдала, как сильно зарыдала, у нее плечи начали трястись. Господи, это я та торгашка, которая все хотела от Тебя. Это я никогда не ставила задачу, чтобы Ты ко мне пришел, чтобы Ты поселился, чтобы Ты стал владыкой моего естества. Я все ждала, что Ты должен сделать для меня, за то, что я обратилась к Тебе. И вы знаете, она так рыдала. Мы не могли стоять с этой женщиной, научных сотрудников. Мы сзади склонились, на колени, и эта молитва, как энергия, пробила нас до последней клеточки. И вы знаете, что интересно, мы вышли, от нее оставили, ее успокоили, и эта женщина спрашивает, Петр Андреевич, что теперь будет? Я говорю, вы знаете, после такой молитвы что-то будет. Может быть, Господь давно уже хотел ей дать эту вечную жизнь, освободить ее от этих мучений, но она неправильно строила с ним отношения. Поэтому представьте себе, что он ждал минуты. Поэтому сейчас, когда она обратилась к нему, когда она в молитве сказала, что теперь меня хоть в огне плав, я теперь получил радость от того, что ты присутствуешь в моем сердце. Я говорю, теперь он ее возьмет. Вот завтра ее уже не будет. Если это не случится, то она встанет и будет здоровой. И как мы пошли домой, как мы провели эту ночь в беседе, ее муж был научный сотрудник, и все мысль только о ней. И утром рано звонок. Она умерла. Представьте себе, как Господь доработал до такой кондиции, когда душа созрела, когда она как спелый плод переложил ее в Господь, чтобы она оказалась в обители небесной. Вот и такие есть у нас больные. По много лет болеют. Может быть, что-то мы не доделали, что они продолжают так долго болеть. Может быть, нам нужно какое-то особое свидетельство им понести, чтобы они действительно примирились и очистились от всего. И больше мы пожелали иметь подателя, чем подаваемое. Тогда обязательно Господь воздаст ему. Поэтому у нас сегодня вечером это собрание. Не забудем и таких. Не забудем. Потому что столько у нас есть уже по названию из детей наших, что они христиане. Да мы их и миссионерами называем. Да мы думаем, что они у нас и на подвиги идут. А посмотрите, сколько под сухое дерево водички не лей, оно остается сухим. Нету зелени, нету плода. Корень не привился. Или ветка к лозе не привилась. Поэтому мы сейчас будем молиться. Вы поняли, что задача наша теперь сказать Господу. Господи, вокруг нас много таких нуждающихся. Вокруг нас много тех, которые же не примирились с тобой. И если, Господи, не в таком состоянии уйдут, то мы никогда больше с ними не увидимся. Потому что это будет расставание на веки веков. Помоги, Господи, чтобы окружающие нас вняли в нашему свидетельству. Дай нам силу аргументов убедить этих, которые загородились разными идеологами. И Господь обязательно. Так что, братья и сестры, готовьтесь идти на ту сторону. Почему сатана по-особому оболчается? Потому что он Христу насмелился сказать, вот во мгновение ока все царство мира это всем не принадлежит. Я кому хочу, даю. если бы он обманул, вы знаете, может быть, Господь бы его остановил. Но мы читаем в Писании, князь, господствующий в воздухе, так Господь говорит, называет его Бог века сего, и он действует в ценах противления. Сейчас говорят нам, да вот, особенно мой телефон, столько вопросов сейчас, возле ваших церквей, дежурит. Я говорю, пусть дежурит. Пусть. А что же это такое, что верующие стоят дежурят, да? Вы знаете, есть такая птица, феникс, это сказочно красивая птица. У нее есть рассказ, что она села на раскаленную плиту, перья трещат, дымом пахнет, искры идут, ей говорят, что ты делаешь? Ты же такая птичка красивая. Она говорит, а что мне делать? Никто на меня внимания не обращает, поэтому я решил обратить на себя внимание. Может быть, у кого-то перышки горят, но лишь бы, чтобы на него или на нее обратили внимание. И отчастоват последние недели все время Лермонтов в голове. Это поэт, который, знаете, так подследил за чувствами. Он говорит, под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежник просит бури, как будто в буре есть покой. Поэтому я вас призываю, если сатана это не таракан, которого можно веником прикрыть, это сила. И в книге Иова он назван царь над всеми стенами гордости. Господь сказал Иову, хлади на него руку и помни о борьбе. Господь даст победить сатану, если он ополчается на авторитет церкви. Поэтому предоставим сегодняшнее утрешнее и вечернее собрание полностью руководству нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь. Слава Аминь. 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 Благодарим, Господи, сейчас уже, Господи, чтобы они почувствовали, что сегодня Твое беспокойство о них, Господи, выражено в нуждах молитва народа Твоего. Благослови нас, Господи. Мы это просим неотступно, потому что Ты наш Отец. Ты сказал, что если согласитесь о чем просить, то я услышу вас. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты даешь нам возможность понимать это. Благослови тех, кто уже сплотился для общей молитвы. Каждому из них дай вот такое горячее сердце, когда они будут обращаться к Тебе. Пусть эти молитвы будут как порывы от земли для того, чтобы поистине достичь небесного престола, чтобы Ты мог, Господи, посодействовать. Благослови остальное сегодня собрание наше. За все Тебе хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я иду и приду к незаконному солнцу любви Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сначала сущий, чумный, сильный, Но чтоб спасти греха рабов, Ограл на смерть, родного сына, Своё создание любя. Позорной смертью дал нам счастье, Чтоб стал свободным ты и я. Святую кровью смыл проклятие. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Любит Он себя, любит Он себя. Бог есть любовь, только Бог любовь. Любит Он себя, любит Бог тебя, любит Бог тебя. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Источник мира счастья света. Любовью той мы все живем, Любовью той душа согрета. Но если Бог огня любовь, Не встречай в земле рассветы, В руках Христа часы веков, В руках Христа судьба планеты. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Любит Он себя, любит Бог тебя, любит Бог тебя. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Не та любовь, что в человеке. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь. Бог есть любовь, Иисуса кровь, Смывает грех до сотов веке, Любовь Христа течет рекой. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Ты можешь сердце с ней услиться, Доверить жизнь любви святой. Бог есть любовь, Бог есть любовь, Любит Он себя, любит Он себя, любит Бог тебя. Любит Бог тебя, любит Бог тебя, любит Бог тебя. Бог есть любовь, Бог есть любовь. Пожалуйста, Борис Тахурский стихотворение. Борис Тахурский стихотворение. Господь, прошу тебе, будь мое сердце, Господь. Да, Господь, займите. Да, чтобы славлять тебя, Господь, Господь, да не только подателем. Прости, Господь, прости. Иисус, слава тебе, Господь. Боже, благодарность тебе, что ты, Духом Святым, через Слово Твое живое и истинно, коснулся сегодня сердца дорогой сестры. Боже, войди в ее жизнь, будь ее Господом и Богом. Даруй, чтобы она приняла тебя всецело, как Господа славы. Господь, благослови ее, прости, очисти. И пойди по жизненной долине с этой дорогой душою. Досветится имя Твое во имя Иисуса Христа. Просим Тебя. Аминь. Как вас зовут, сестра? Марина, мы вас поздравляем, приветствуем. Пусть Господь вас утешит. Братья и сестры, сих, Дух Божий касается кого-то сегодня еще обратиться. Я верю, что Бог начал уже действовать с душами. Давайте мы споем один куплетик. Радостную песнь, Господь, в небесах найдена пропавшая овца. Радостная песня, Господь, в небесах найдена пропавшая овца. Я думаю, вы согласитесь с той мыслью, что мы живем в быстротечном, в скоростном таком времени, суетном. И часто в этом жизненном полете нам не хватает время спокойно, благовейно помолиться, посетить служение и сделать другие какие-то духовные вещи для нашей бессмертной души. И несмотря на это, или вернее даже смотря на это, не я, никто, кто-то другой, кто присутствует в этом зале, не оправдается перед Богом и не скажет Богу, Бог, у меня не было времени. Это будет просто пустая отговорка. Стих, который я хочу прочитать сегодня, он так и называется. Пустая отговорка. Нет времени молиться и Библию читать, нет времени смириться, собрания посещать, нет времени пред Богом за все давать отчет, подумать хоть немного, что вечность нам несет. Нет времени. Давно ты с земным порабощен, а скорби и заботы пленили твой сион. Нет времени. Всевластно сей мир тебя влечет, спешишь ты ежечасно, покуда смерть придет. Не бойтесь. Я успею раскаяться во всем при смертию своею. Твердишь ты день за днем. Но вдруг, пред наступлением бессмертных вечных дней, ты крикнешь в иступлении, ах, времени уж нет. Нет времени в смирении, склониться пред Христом, принять Его прощение, расстаться со грехом. Прошел мой день спасения, напрасен, плачь и стон, услышать осуждение явлюсь пред Божий трон. Не смей блуждать душою, бывать то здесь, то там. Смерть ходит за тобою повсюду, по пятам. Будь вечности достоин. Пути добра держись, на страже будь как воин. И горнему стремись. Воспользуйся умело спасения дивным днем. И делай Божие дело в скитании земном. Прибудь в Господнем воле. Не жди услышать глаз. Нет времени уж более. Уж вечность началась. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие братья и сестры, дорогие собравшиеся! Я вас всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, о Котором так много было сегодня уже воспето. Мир сегодня ищет звезд, мир поклоняется им, а мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем того, кто в тяжких муках умирал за нас. Это центр нашей проповедей, это центр нашей проповедей, это сущность нашей жизни. Один китаец, который обратился к Господу, его окружили его соотечественники и говорят, как смел ты оставить религию отцов? Как смел ты перейти, принять совершенно другое? Он очень просто ответил, почему. Он говорит, я свалился в глубокий ров и лежал во рву погибели. Прошел Будда, заглянул и сказал, ну, может быть, в другом перевоплощении ты выйдешь отсюда. Прошел Магомед, заглянул и говорит, Бог милосерд, и пошел дальше. Но тогда пришел некто, спустил лестницу, поднял меня из этого рва, поднял, вынес на поверхность и спас меня. Вот почему я пошел за Христом, Он мой Спаситель. Другой великий человек, известный в истории которого зовут Бонапартом Наполеоном, он стоял и бросил вызов Христу, что он без Него обойдется. Но Бог повернул историю иначе. И, будучи сослан на остров Святая Елена, он расхаживал по острову, очень много думал о своей прошедшей жизни, о провалившихся надеждах и планах. Шел он обычно, заложив руки за спину, и вдруг резко поворачивается к адъютанту, своему Манталону, и обращается, Манталон, скажи мне, что ты думаешь о Христе? Тот стал заикаться, да я и не подумал, не думал. Он говорит, хуже для тебя. Я знаю людей. Мы, великие, потрясали всем миром. Мы, у ног которых лежала вся Вселенная, как Он говорил. Сегодня мы жалкие черви, никто не пошевелит пальцем в нашу сторону. А Он, Он покорил весь мир любовью. Вот почему мы проповедуем Христа. Вот почему Он стал дорогим для нас. Вот почему наше служение, центром которого является Христос. Христос, посмотрите, вся жизнь человека, измеряемая во времени, делится на две половины. И разделом в этом является рождение Христа. Столько-то лет до рождения Христа и столько после в центре стоит Христос. Мы с вами имеем чудную книгу, которую именуем Словом Божьим. Она состоит также из двух частей. Одна часть показывает на Христа грядущего, другая часть показывает от Него, от Которого исходят все благословения. Я рад сегодня, что этот чудный Христос, Он сокрыт во всей Библии, во всех 66 Его книгах. Я хотел бы сегодня обратиться, чтобы посмотреть на некоторые прообразы, в которых отображен уже в Ветхом Завете этот чудный Господь Иисус Христос. Я читаю книгу Исход, 28 главу с 15 стиха и ниже. «Сделай наперстник, судный, искусную работу и сделай его, такой же работаю, как ефот, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и крученого весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, впядень длиною, впядень шириною, и встав в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу колен сынов Израилевых – 12, по числу имен их на каждом, как на печати должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. И 28 стих. «И прикрепит наперстник кольцами его к кольцам Ефода, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ефода, и чтобы не спадал наперстник с Ефода. И будет носить Арон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судны возложи урем и тум, и они будут у сердца Аронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Арон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Христос отображен уже в Ветхом Завете в различных картинах и образах. Уже в самом начале, в третьей главе, он отображен как тот, который поразит змея в голову. Дальше, когда Яков благословляет своих сынов, он видит, благословляя Иуду, он говорит о нем, как о льве из колена Иудина. А языческий пророк Валаам, он зрит его вдаль веков и видит его как восходящую звезду из Израиля от Якова, который поразит Мава. Дорогие, сегодня мы с вами прочитали также одно важное, именно устройство в Скинии. Если посмотреть всю Скинию устройства в Скинии, то именно в Скинии здесь Господь дал Моисею повеление сделать точно так, как Он повелел Ему, когда Он был пред лицом Его. То есть, особенно, в каждой детали есть что-то важное, и ты должен точно так сделать. Когда мы читаем, евреям-то сказано, что Ветхий Завет, что именно закон есть образ того невидимого, он является тенью того, что должно во Христе стать реальностью. И особенно Ветхозаветное устройство в Скинии, все именно сосуды, все те предметы, которые были там, и особенно личность первосвященника, она является прообразом на чудный образ нашего Господа Иисуса Христа. Здесь сокрыт образ Христа и Его Церкви, которая до этого времени являлась тайной сокрытой от народа израильского. Но в прообразах она уже была здесь. И каждый раз, когда израильтянин входил в освятилище, он должен был видеть эти образы. Жалко. Очень жаль, что израильтяне обратили внимание на внешнее, не обратили на внутреннее. Если бы их сердце было направлено видеть внутреннее содержание, возможно, они бы увидели во всех этих образах чудное пророчество о том, который должен прийти, который является центром всего бытия. Итак, наперстник судны, он был сделан из очень чет такой работы, красивой. Из пяти нитей он был соткан. И эти пять нитей, это была золотая нить, это была нить из пурпура, из белого, из синего. Это был цвет крови. Пять нитей были сплетены. Каждая из них, эти краски повторяются в освятилище многократно. Эти пять цветов. Золотая нить говорила о том, что именно происхождение божественного. Голубая говорила о небесном значении Иисуса Христа. линия, это типа крови красной, она говорила о жертве, которую Христос принесет. Пурпуровая говорила о стороне царского величия того, который явится в мир. А белая висон, он говорил, белая нить говорила о том, что это тот, в котором ни пятна, ни порока. Это тот святой, отделенный от мира. И все это совместно было таким прекрасным явлением здесь. Этот наперстник судный был четырехугольной работы. Он был двойной, как карман сделан. Внутри находились два предмета, о которых очень, очень скупо в священном писании написано. Это Урим и Тумим, через которые священник, первосвященник, познавал волю Божию в нужных моментах, а снаружи, на этом наперстнике, судном, как его называют, было двенадцать камней, по три в ряд, четыре ряда. Это были драгоценнейшие камни. Это были камни, которые свидетельствовали о чудном устройстве. И удивительно, они должны были находиться у сердца этого первосвященника. Мы уже говорили, именно о камнях, они были каждый строго в своем ряду. Но удивительно, что не только здесь, на сердце Господь, первосвященник носил имена сынов Израилевых, у него было на нарамниках также два камня, два аметиста, и на каждом из них было шесть, и шесть имен высечено. И здесь были высечены также эти же двенадцать имен, но по одному, на каждом камне. Богословы говорят, что здесь, на груди, они носили один порядок, а на плечах у него, они носили другой порядок. Один раз они шли по рождению, начиная от Рувима, и дальше здесь, на груди. Здесь же они были по форме расположения стана, где Юда шел впереди. И когда мы смотрим именно здесь, то мы видим чудное проявление Божьей милости, четырехугольный, этот наперстник говорил о том, что Бог здесь собрал нечто очень важное, одинаковое. Он здесь показал, что все эти двенадцать, какие различны они являются, Рувим, который согрешил, который много бесчестил имя Отца, он стоит на первом месте. Мы, может быть, поставили ее на самое заднее место, или вообще бы туда его не поместили. А Иосиф, о котором Яков такое благословение изрек, он на предпоследнем месте. То есть здесь, на груди у этого первосвященника, все эти колена были равны, все они были равнодрагоценны и равнозначимы. Здесь именно они были все равны. Глядя на народ Божий, который сегодня собирается в церкви, глядя сегодня на зал, какие мы с вами все различные. Во-первых, нету двух человек, похожих друг на друга полностью. Бог всегда делает индивидуально каждого человека. И каждый прекрасен пред Ним. И Он каждого смотрит на Него, как на самого прекрасного, не выделяя одного или другого. Как чудно, что именно вот эта часть, вот эта мысль отражена здесь. Мы все равны пред Богом, мы все равнозначимы. Дорогие, так ли у нас в жизни? Оцениваем ли мы тех, которые принадлежат к этому телу, равно при всем внешнем различии, характера или еще чего? Или мы распределяем по этому? Это хорошие друзья мои, это чуть-чуть похуже, это хуже. А с этими я не хочу иметь общения. Дорогие, в церкви Господа Иисуса Христа, где Он собрал нас таких различных, мы все с вами едины, мы все с вами равны. Другое, что очень важно, именно перстник судный, он говорил, что здесь совершает Бог суд. И удивительно, что два предмета таких совершенно разных располагались на одном наперстнике. Во-первых, это урим и тумим, это святые вещи. Здесь Бог совершал суд, и рядом эти несовершенные сыновья народа израильского. Кажется, огонь должен был сжечь, потому что нечистота со святостью здесь соприкасались воедино. Да, дорогие, если бы действительно каждый помещал себя, если бы мы с вами представляли сегодня пред Богом, мы бы никогда не устояли. Святость Божья сожгла бы нас всех, но именно, что наш первосвященник, на груди которого мы покоимся, он представляет нас пред Богом. Он нас представляет вот таких разных, несовершенных, он ходатайствует за нас, и только через него Бог может и смотрит на нас, как на людей, которые достойны уважения. Иисус однажды взял все наши грехи, и Он вознес их на древо Креста, и сегодня Он молится о нас, если мы вспомним только первосвященническую молитву, если мы вспомним, как Христос молился, Он молился вначале о своих учениках, а затем говорит, Господи, я молю не о тех, но молю о тех, которые по слову их обратятся. Он смотрел вдаль веков, видел всех нас сегодня сидящих здесь, на этом утреннем служении, и Он молился за каждого из нас. И как свидетельство здесь, уже в Ветхом Завете, первосвященник носил на груди имена сынов Израилевых. Этот первосвященник там были на груди. Другое очень важное, что именно здесь двойное значение. С одной стороны, эти же имена покоились на плечах, с другой стороны, эти же имена сынов Израилевых покоились на сердце, на груди именно этого первосвященника. Этот первосвященник, он должен был носить бремена народа Божия на своих плечах. Он должен не только носить их тяжести на плечах своих, но он должен был носить на сердце народ Божий. Он должен был ему быть настолько дорог, что он всегда, сердечно, они должны были центром его. И каждый раз, когда он приходил пред лицо святого Бога, он приносил имена этих людей. И, дорогие, наш небесный первосвященник, он более совершен. Если Арон не был в состоянии носить, то он носит наши бремена. Он знает, где мы живем. Он знает, в каких обстоятельствах мы с вами находимся. Он знает, какую борьбу мы с вами переживаем. И он носит нас на раменах Своих. Он тот, который готов пойти. Он тот, который несет нас. Он тот, который заботится о нас. Но другое значение мы у сердца Его. Он несет нас на сердце своем, как самых драгоценных, как тех, которые для него являются самым высшим достоинством и наградой. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что каждый из этих камней имел свое сияние. Особое сияние. Каждый сиял особым цветом. И этим прославлялось величие именно этого народа Божьего. Арон носил эти, вот такие различные камни. Он носил их пред лицом своим в присутствии Бога. И я хотел бы сегодня, дорогие братья и сестры, с вами еще раз посмотреть на личность Христа, который способен вот таких несовершенных, как мы есть, носить у своей груди. Он тот великий, который взялся однажды, сделал начало в каждом из нас. Он тот, который сказал, что он начатый в каждом из нас доведет до совершенства. Он тот, который ведет и направляет наш жизненный челн. Я вспоминаю один пример, один юбиляр. Ему исполнилось 60 лет, и он собрал своих школьных друзей для того, чтобы отметить выход на пенсию. И когда собрали все его друзья, тогда он встал перед ними, поблагодарил, что они нашли время прийти. И тогда он встал и рассказал 23-й псалом весь. Он рассказал его с пафосом, с таким, с таким воодушевлением. Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Когда он закончил свой стих, тогда другие поздравляли его. И после всех хозяин обратился к одному, который тихо сидел из своих друзей в углу. Ну, может быть, ты что-нибудь скажешь. Тогда он встал, немножко потупив взгляд сначала, остановился на мгновение, и потом вдруг засияло его лицо, и он начал цитировать 23-й псалом. Он сказал, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени Его. Если я и пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. А ватсы начали хлопать в ладоши все. И тогда юбиляр вышел вперед и сказал, Друзья, я рассказал вам 23-й псалом, и мой друг также процитировал 23-й псалом. В чем различие? Он говорит, различие в том, что я знаю псалом, а мой друг знает пастыря. Дорогие, знаем ли мы этого пастыря? Знакомы ли мы с ним? Живем ли мы в тесном общении с ним? Является ли он смыслом моей жизни? Или мы только знаем псалом? Или мы только внешне принадлежим к народу Божьему? Как мы слышали сегодня? Кто мы с вами? Разница заключалась в том, что друг этого юбиляра был лично знаком. Он жил в тесном общении с этим пастырем. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, в этот день, когда Бог излил обилие своих благословений на церковь свою, чтобы мы с вами порассуждали, каково мое отношение к этому чудному пастырю, к этому Иисусу Христу. покоюсь ли я на груди Его? Имею ли я это чудное утешение? Чувствую ли я, что Он несет мое бремя? Что я могу все доверить в Его руки? Или этот Христос является для меня лишь тем, чтобы показать, что я к народу Божьему отношусь? Бог хочет вот таких различных, как мы есть, воспитать и хочет вот в этом многообразии, которое Он представил, прославиться в нашей жизни. Я вспоминаю один стих, написанный одной сестрой. Она говорит, выразила эту мысль так, «Гляжу на мир Божий, гляжу я вокруг на горы высокие, лес, поле, луг, какое богатство деревьев, цветов, какой аромат от листвы, лепестков, богатство цветов только радует глаз. Теперь же посмотрим, друзья, на всех нас. Там темные волосы, эти, как снег, в одних глазах грустно, в других детский смех, тот смуглый, суров, а другой доброта, различный характер, иная душа. Так разве различие это вредит? Оно лишь о мудрости нам говорит, о творческой силе, величии того, кого зовем Богом, началом всего. А мы очень часто измерить хотим одной меркой всех, и ревниво следим, чтоб думал мой ближний, точно, точно, как я, ведь мы же с ним братья. Одна мы семья, семья-то одна, но ведь он-то другой. Зачем измерять все одним лишь собой? Ты смотришь, конечно, мир через себя, но мир так велик и безбрежный края, всего не понять нам, всего не найти, но хочется верной дорогой идти. Чтоб жить рядом с другом, тактичность нужна и добрая мудрость, сердец широта, широкое сердце умеет вмещать, широкое сердце умеет прощать, стать выше раздора, в корости, зла и зависти тайной, всего, чем полна болезнь души узкой. Дорогие братья и сестры, Дорогие друзья, мы у Господа такие различные, но вот таких различных Он присоединил к церкви своей. Вот таких различных Он любит, с различными характерами, наклонностями, даже с ошибками. Но Он, этот чудный первосвященник, действием Духа Святого, хочет таких различных, не сделать одинаковыми, но Он хочет сделать нас с вами всех подобными Его прекрасному, светлому, святому образу. Образ Христа Он хочет отобразить в нашей жизни. И заканчивая, я хотел бы сегодня призвать наших дорогих друзей, которые, может быть, сегодня присутствуют на этом богослужении. Знай, вот такой, как ты есть, ты любим Господа. Вот такой, как ты есть, Он ожидает тебя. Он не хочет сейчас изменить, Он не хочет, чтобы ты стал сначала очень хорошеньким. Никогда ты этого не достигнешь. Но Он хочет такого, как ты есть, сегодня приблизить к тебе. Явить тебе, чтобы ты увидел эту любовь, которую Он уже явил за тебя, пролив свою святую кровь на кресте Голгофы. Мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем того, кто на деле доказал свою любовь. Мы проповедуем того, который доказал, отдал самое драгоценное жизни свою. Сегодня Он протягивает к тебе свои пронзенные длани и говорит, приди ко мне. Придись ко мне со всеми твоими недостатками, со всеми твоими болезнями, со всеми твоими скорбями. Я успокою твою душу. Я дам тебе мир сердца, который превыше всякого ума. И пусть Господь благословит нас сегодня новыми глазами посмотреть на того, кто уже в Ветхом Завете был так ясно отображен. Он тот, который любит тебя. Он тот, который хочет взять тебя и довести до неба. Больше того, не только довести, Он хочет, чтобы ты раздевил вечную радость с Ним. Пусть Господь благословит всех нас в этом. Аминь. Будем молиться. Пусть Господь еще во многих сердцах и совершить его спасение каждой души, которая вновь ходит, не могут истребить, не могут истинить для нашего доброго партнера. Многое слави, Боже, 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 и имя Твоем для славы праздников последних многих душ. Аминь. Аминь. Господь, милосердный Спаситель мой, благодарит душа моя Тебя за столь великое спасение, которое Ты приобрел на Голгофском кресте, и что Ты сегодня, Господь, проявляешь эту чудную заботу о спасении всех людей, тех, которые еще не спасены. И сегодня в нашем собрании, Господи, Ты являешь великую Твою любовь и заботу о каждой душе. Слава Тебе, Господь, что Ты умер и воскрес, что Ты, Господи, царствуешь, Ты победил и все в Твоей власти. И душа моя, Господи, склоняется пред Твоем величием смирения. Благослови. И что не так, Господь, прости, очисти я Мой и даруй, чтобы Мой Дух, Душа и Тело во всей целостности принадлежали Тебе. Благодарение за все служение, благодарение за братья служащих имени Твоем и Святом. Молю Тебя о благословении Твоем и на вечернее служение, евангельсионное служение. Даруй, Господь, чтобы те души, которые приглашены, пришли и покорились в воле Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Святый и праведный, чудный и дивный наш Господь, мы склоняем наши сердца пред Твоим величием, мы славословим Тебя, мы благодарим Тебя, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, Ты оживотворил, Ты простил нам наши грехи и согрешения, и Ты хочешь сегодня, чтобы мы действием Духа Святого каждый день все более и более походили на Тебя, чтобы мы преображались в Твой чудный образ. Мы благодарим Тебя, что Ты начатое в нас дело довершишь и представишь нас пред славою Твоею. мы благодарим Тебя, добрый наш пастырь Иисус Христос, что Ты сегодня протягиваешь свои пронзенные длани, протягиваешь их к людям, которые далеки от Тебя, люди, которые не ищут Тебя, но Ты ищешь их, Ты хочешь сегодня явить Твою благодать и излить милость на них. Я прошу Тебя, Христос Иисус, за каждого присутствующего сегодня на этом святом месте, коснись сердца, открой его для благодатных лучей Твоей божественной любви и помоги, чтобы сердце затрепетало от встречи с Тобою. Мы благодарим Тебя, что Ты будешь совершать это. Мы просим, чтобы Ты благословил и вечернее служение каждого, кто придет под кровь этого дома. Помоги, чтобы он имел эту чудную встречу с Тобой, с начальником и совершителем. Аминь. Дорогой Господь, собрание, уважаемые гости и друзья, у нас еще будет одно служение, сбор добровольных пожертвований, для нужд церкви и для дела Божия. Мы споем гимн из сборника номер 305. Есть ли место Иисусу? И во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, братья и сестры, мир вам Очень благодарен, что вы молились за нашу группу И я думаю, вы молите за всех И это были крылья, это была поддержка Не все мы прибыли в пятницу Потому что другие поехали еще в Россию Мы принесли там некоторые лишения Не было там шаура, как здесь, не было условий Но однако же была радость, потому что люди Молодые люди, учителя, с кем мы имели контакт Они находили радость в наших словах Когда мы читали им и проповедовали Дорогие друзья, наша жизнь должна быть окутана Божьей любовью И я думаю, тогда случится, когда мы ближе к Нему И мы приехали сюда Я думаю, что когда мы все соберемся группой Каждый рассказывает свое Я не хочу за них отвечать Я только благодарен Богу, что мы имели такую возможность Хотя я как десант не хотел прыгать в самолет Не хотел я ехать, у меня было много дел, таких суеты А сейчас я скажу одну правду Это Бог сделал так Когда мы возвратились в пятницу Раздался звонок И моя сестра говорит Саша, мама наша, умерла Только, казалось бы, один день Я мог бы там побить Но не случилось того Сегодня я слушал по телефону Включили Как было в охранной процессе во дворе дома Я слышал, как плакали Я слышал раздеряющие звуки духового оркестра Но, друзья дорогие, она всегда говорила Всегда говорила Саша, знай, что Бог всякого человека любит И ты проповедуй, я молилась о тебе Она всегда говорила Скоро окончу Мои пути оттуда, где я позабуду Невзгоды труда Она пела, как могла В молодости она закончила Миссионерскую школу Она трудилась, как могла только Хотя она несла львиную дозу страданий Потому что мне отец был Неосответственно, христианин Сегодня пела группа Край родной, неземной Я сегодня Хотел очень плакать Я сошел с верхнего этажа на низ И когда я слушал по телефону эту процессию Я хотел дать плакать Но жена мне не дала Потому что она появилась Но, друзья дорогие Вместе с тем С этим горем Мне есть радость Мама в небесах Я это уверен Мы молились, мы плакали Я сказал, мама, благослови меня Потому что я уже не буду видеть Она есть сынок И я всегда благословляю И сейчас И так конкретно Так радостно Безболезненно Она ушла в те обители И я очень благодарен Богу, что Через нее Меня Он возродил Да благословит вас Бог Так же, чтобы Всегда были радостны Переходить В то новое жительство Туда в небесах Где царь царей И первосвященник Иисус Христос Спасибо Моя мама Не дожила Три года до Ста лет Она была Молодой Наш чемодан Один потерялся Там все записи Она выглядела Восемьдесят А может семьдесят пять Она очень молодая Сохранила себя Хотя была Трудная В нем очень жизнь Так же Братья и сестры Будьте молодые Душами вашими И это будет Отражение Вашей юности На внешность Аминь Так Господь тоже Усмотрел Что смог Брат повидаться С мамой своей Перед самой смертью Это благословение Тоже Братья и сестры У нас вот И мы соблезнуем Брата Александрова И у нас всегда Мы чувствуем И радость И горе Всегда перед нами Кто-то отходит Господа Кто-то приходит В эту жизнь И у нас есть Очень много Благодарностей Желаем поблагодарить Господа За благополучное Рождение Дочери Эммануэлочки Слава Богу Семья Горбенко Павла и Ирины И мы поздравляем Брата Павла Семью Сениных и Горбенко Слава Господу Это у Иры родилось Также благодарность За жизнь За годы труда Нашего брата Михаила Даниловича Локтева Сердечно благодарим Церковь За услышанные молитвы Дети поправились А теперь нам предстоит Путь в Россию Просим помолиться О нас Яков и Тамара Лукьянчук Мы будем молиться О семье Которая поедет в Россию Просим помолиться Церковь за наших детей Юлию и Павлика Они летят в Нью-Йорк Чтобы Господь Хранил их На всех путях Родители Сердечно благодарю Церковь И всех тех Кто молился О нашей дочери Павлушкиной Ирочке Она уже дома И идет на поправку В выздоровление Сегодня она в церкви С благодарностью Богу и церкви За молитвы Павлушкина Венера Две недели назад Молились Она попала в эмерженсе Помните Была серьезная операция И сейчас сестра с нами Прошу церковь Помолиться О сестре Люди Ей 20 лет Она больна раком И лежит в госпитале Просим Божьего благословения И исцеления Есть ли на то Его воля Верим в силу Молитвы церкви Сестра в Господе Я очень благодарен Что оставили здесь телефон Чтобы мы могли посетить ее Просим совершить молитву За сестру Таню С Украины У нее в понедельник Начинается Третья химия Облучение Чтобы Господь Облегчил ее страдания Ее друзья Просим помолиться О моем муже Ему буду делать Очень серьезную операцию На сердце Чтобы Господь Благословил его В этом Ваша сестра Дорогое собрание Марии Павловны Лавдырь Будет операция Мы просим Чтобы Господь Сам все усмотрел Муж Братья И семьи Ковалевых Также сестра Просит помолиться О внучке Своей Которой 24 года У нее на руках Двое маленьких детей И предстоит операция На сердце Очень прошу Церковь Помолитесь За семью Шевченко В Казахстане Мария заболела Серьезной болезнью На глаза И может потерять Зрение Дорогая Церковь Помолитесь За ее Исцеление Племянники Дорогая Церковь Прошу помолиться Чтобы Господь Исцелил Сестру И зять Они живут в Украине Очень больные Надеюсь На Господа И на молитвы Церкви Просим Помолиться За брата В Господе Которому Предстоит Операция На легком С любовью Ваши братья И сестры Сестра Валентина Придыбайла Также просит Помолиться Ее мужа Чтобы Господь Приготовил его К переходу В вечность А ей Дал силы Просим Чтобы помолились За Эдика У него на следующей неделе Будет суд Он покаялся И в смирении Надеется На милость Божию Прошу помолиться За мою маму И дочь Чтобы Господь Помиловал их И дал им покаяние Ваш брат Дорогие братья и сестры Прошу вас Помолитесь О моем сыне Чтобы он Принял Господа Это наша боль Он все дальше идет В мир Мама И также нужда О восстановлении Семьи Вот это Братья и сестры Наши нужды Давайте мы встанем И принесем их Пред Господом Дорогой Любящий наш Господь Мы благодарим Тебя Что Ты наш добрый пастырь Что Ты Водишь нас К этим злачным Пажитям Через Слово Твое Ты посылаешь нам Утешение Ты посылаешь нам Обличение Исправление Чтобы мы становились Ближе к Тебе Господь Мы сердечно Благодарны За это Утреннее собрание За услышанное Слово За радость Которую Ты Радуешь нас За утешение Которым Ты Утешаешь За дар покаяния Которое Ты Сегодня Дал нашей сестре Дорогой Благодарим Тебя Господь И мы пришли К Тебе С многочисленными Нуждами И благодарностями Прежде всего Господь Мы поклоняемся За услышанные Молитвы Церкви Твоей Наших братьев И сестер Что Ты Усмотрел Воздоровление Тех Кто с верою Молились Тебе И по воле Твоей Ты дал эту радость Благодарим Тебя За Ирочку Которая сейчас С нами Благодарим Тебя За исцеление Тех Кому прикасались Руки врачей Благодарим Тебя За тех Кто с верою Теперь и сегодня Взывает Тебя Об этой же помощи Все эти имена Эти души Матерей Мы нанесем их К Тебе Просим Чтобы Твоя Врачующая рука Прикоснулась к ним И благословила Руки врачей Которые будут Принимать решение Касаться к ним Лечить их Господь Вот в этих просьбах И яви Твою милость И яви Твоё милосердие Дорогой Господь Мы благодарим Тебя Просим о Тебя Сохраняешь В дальних дорогах И перелетах И мы снова просим Чтобы Твой народ Наши дети Наши родные и близкие Были хранимы В этих дальних поездках Благодарим Тебя За тех Кто ездил В эти миссионерские поездки На Украине Кто бывал За брата Александра Благодарим За труд его там Благодарим Тебя Что он с верою Принимает Смерть мамы его Просим об небесном утешении Для него Для его семьи Господь И молитва Наша благодарность За брата нашего Михаила Даниловича За его годы жизни За труд За то сердце С которым он многих принимал Здесь Когда приезжали мы все сюда Ты ему воздай И сам благослови его Силами здоровьем Дорогой наш Господь Ты знаешь Нужды прежде Прошения Мы просим Тебя Особенно о тех Кто болеет Смертельной болезнью За эту сестру Люду В больнице Ты Господь Прикоснись к ней Господи Окажи ей милость И по воле Твоей Соверши на дне действие Твое Господи Сегодня мы особо Хотим с церковью Просить Тебя О духе покаяния В нашем народе В нашем городе Среди наших детей И молодежи Господи Сколько еще тех Которые не знают Тебя И сколько тех Которые отвергли Тебя Уже в своей юности Мы просим Чтобы Ты призвал их Сегодня духом благодати И дал им дар покаяния Слава Тебе За то что церковь В единстве пребывает И просит Тебя О нуждах святых Твоих Ты их дополни И доскажи их Преднебесным Отцом Потому что Ты наш Чудный и верный ходатай И благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да пребудет со всеми нами Аминь С миром Божьим Дорогие братья и сестры До вечернего служения Братья и сестры Мы напоминаем Всем служителям Диаконам Все кто были душепопечителями В прошлых евангелизациях Обязательно подойдите В 5.30 В братскую комнату Пожалуйста Мы вас очень просим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому